Всем привет друзья, с вами как обычно Арти и как необычно для нас видеоразговорная. Сегодня я хотел бы с вами поговорить о таком персонаже как Мулан, которую вскрыли уже датамейнеры и я думаю нам стоит ее обсудить. Итак, кто же такая наша Мулан? Девушка, родившаяся в северном Китае. На родине она известна как Хуамулань, что в переводе значит цветок Магнолии. Облачившись в мужские доспехи, девушка храбро сражалась с тюркскими племенами-кочевниками, атаковавших Поднебесную. Датамейнеры в первую очередь нашли упоминание именно Магнолии и много-много спорили, как бы пытались решить, что же такое Магнолия и почему Магнолия, то есть цветок, будет в смайте. Ну а потом все поняли, что это будет в итоге Мулан. Есть также информация о ее способностях, но ее крайне мало, поэтому мы сейчас с вами немножко обсудим это, то есть немножко поразмыслим, что-то домыслим, придумаем. Вот, вы в комментариях можете также написать, что вы думаете по поводу этого персонажа, кем же она в итоге будет у нас, потому что мы неизвестно даже ее основная задача. То есть это скорее всего будет воин, как думаю я, либо убийца, но всякое возможно, возможно это будет даже Маг, хотя к Магу она по-моему вообще никакого отношения иметь не будет. Вот, поэтому мы можем в принципе сейчас подумать о ее способностях. Из датамайнинга, который все-таки выкорчевали из клиента датамейнеры, мы знаем то, что у пассивки будут три этапа эволюции и три разных значка для каждого этапа. То есть этапы эволюции будут как-то работать и взаимодействовать с абилками и их как-то изменять. Вот, пока есть информация о том, что первая способность будет меняться вот именно из-за пассивки. То есть пассивка скорее всего будет набиваться каким-то опытом, то есть нужно будет скорее всего что-то или кого-то убивать. Возможно это будет миньоны, возможно это будут именно убийства Акилы и опять-таки я предполагаю все-таки, что это будет воин с такой пассивкой. На соло, как мы знаем, файты не так часты, как допустим у джанглера, либо у мидера, если это маг. Вот, поэтому я считаю то, что она все-таки будет воином и ее пассивка будет как-то эволюционировать. Эволюционировать вроде бы как она будет до бесконечности, но мы знать о этом тоже не можем, это лишь только догадки. То есть у первой способности будут боеприпасы огня, то есть возможно это будет какое-то оружие, возможно оно будет как-то стрелять, непонятно. Либо будет что-то другое, что будет именно меняться из-за пассивной способности. То есть оно будет именно менять статус самой Билки, как пишут датамейнеры. И пока непонятно, пока непонятно, но что-то это связано со скоростью атаки, будут две атаки, непонятно. То есть базовых атак, как они указывают, будут две, а максимальное количество будет три. Вот и будет иметь три разные иконки. То есть три разные иконки имеется в виду, будет иметь пассивная способность, но вторая и третья способность имеет одинаковые иконки у пассивки. То есть скорее всего она, возможно, будет влиять только на первую Билку. Вторая способность также может эволюционировать. И в датамайнинге указано слово Копье с первым и со вторым этапом. Медленная Билка с первым и со вторым этапом. То есть это что-то линейное, что-то связанное с огнем и что-то связанное с копьем. То есть но при этом, если вы находитесь на этапе эволюции, эффект будет сниматься. И данная Билка может поражать несколько целей сразу. Возможно будет отскакивать, возможно будет какой-то прыжок, но я не уверен опять-таки. Мы знаем то, что третья Билка, точнее не знаем, а подозреваем то, что третья Билка это тоже какой-то баф. И она тоже имеет устройство эволюции. То есть все завязано на этой эволюции непонятной. Также третья Билка дает какие-то снаряды для Копья. И третья способность как-то связана с веревкой, с лентой. То есть в переводе не совсем понятно, но как-то связана с ее именно внешним видом, насколько я понимаю. То есть возможно опять-таки это шарф как у Нежи. Возможно это шарф как у Нежи. И что-то такое. Есть также упоминание о том, что третья способность, то есть связанная с шарфом, либо с веревкой, может поспособствовать нашему толчку от стены. Это тоже крайне интересно, крайне интересный перевод. И тоже он крайне непонятный. То есть если мы взаимеем персонажа, который будет отталкиваться как-то от стен, это будет вообще очень-очень круто. Также как пишут датамейнеры, ультимативная способность тоже будет иметь две фазы. Там будет какой-то снаряд, который будет проходить через цель. И вторая какая-то цепная способность. Возможно какое-то усиление, возможно что-то похожее на ультпиле, как мне кажется. Возможно она чем-то будет стрелять. И далее будет бафать себя на какой-то урон. Но это только предположение, предположение датамейнеров. Вот по способностям, собственно, это вся информация, которая у нас есть пока что. Но в скором времени, я думаю, то что у нас выходит патч. Патчи 28 числа будут еще больше вскрытых файлов и мы узнаем еще больше. Изображение самой Мулан у нас уже есть. Вы его сейчас видите на экране. Также есть скриншот, предоставленный нам группой Смайт Про. Если что, ссылка будет в описании. Это самая лучшая группа по Смайту с самыми актуальными и быстрыми новостями. Вот. И на этом скриншоте мы видим главу 1. Я изначально думал, что это описание, то есть лор героя. Но я вижу то, что ее переключать можно, это главу. То есть, скорее всего, возможно с появлением Мулан будет еще какой-то ивент добавлен. Но это тоже только мои предположения. В датамайнинге об этом ничего не говорится. Описание вы тоже видите. Почитать вы его тоже можете. Вот. Ну и в общем, в общем, если как-то описывать персонажа, судя по ее внешнему виду, у нее есть, естественно, копье. У нее есть, естественно, меч и шарф. Ну, либо ленты вот эти. Я считаю, и буду до конца, до ее выхода, пока ее не покажут, считать то, что она будет воином. Выглядит она крайне интересно. У нее есть меч, у нее есть копье. У нее есть разные атаки. Скорее всего, она будет бросать копье. Скорее всего, у нее будет какой-то стан либо привязка с помощью своих лент. И если, как пишут, она будет отталкиваться как-то от стен, это будет просто взрывание мозга. Просто очень крайне-крайне круто на самом-то деле. По лору, по лору, это девушка, которая прикинулась парнем, и она воюет, ну, на стороне, как бы, на своей стороне, в доспехах. Поэтому я не думаю, что воин в доспехах будет магом. Сейчас, скорее всего, это все-таки будет либо воин, либо убийца. Плюс я крайне доволен, на самом деле, с этой интеграцией. Хай-Резов интеграция, ну, как по мне, в чем заключается? Скоро выходит фильм Мулан. Вот, есть мультик довольно популярный Мулан. И сам персонаж должен выходить, насколько я понимаю, в тот же период, когда и фильм. То есть, это сделает хоть какую-то, ну, пассивную рекламу для Смайта. Возможно, у Хай-Резов появился какой-то пиар-менеджер, который до этого додумался. И крайне ему вообще аплодисменты можно поаплодировать за такую идею. Вот, но, собственно, это вся информация о Мулан. На самом деле, хотел с вами поделиться тем, кто не читает дата-майнинг. Но, опять-таки, вся эта информация есть в группе vk.com.smite. Там есть, что можно все почитать. А по моим впечатлениям, я думаю, герой будет классный. Поэтому, если вам подобное видео разговорное понравилось, оно будет крайне короткое. Но мы сможем обсудить это все в комментариях. Если оно вам понравилось, поставь лайк. Поставь какой-нибудь комментарий. Можешь посмотреть в плейлисте Смайта мои другие видео. Там есть и разговорные, но их крайне мало. И в основном каточки. Ну и, в принципе, я буду ждать тебя на канале. И последнее, чуть не забыл. Я недавно открыл для себя статистику своего YouTube-канала. Почему-то я его веду, но до этого статистику не смотрел. И, как показывает статистика моего YouTube-канала, ролики мои смотрят 48% без подписки. Ребят, поэтому, пожалуйста, подпишитесь. Дайте ход к каналу, если вам важен смайт. Если вам интересно то, что делаю я. И я буду понимать то, что нужно делать дальше. Спасибо за просмотр, ребят. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok